Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнёрам служения Дюфрейн. Давайте начнём. Откройте со мной, пожалуйста, Евреям 13 главу. Евреям 13. И мы рассмотрим нечто очень важное для жизни веры. Что-то, что должно быть в ней явно. Если мы утверждаем, что живём верой, то, о чём я сегодня буду проповедовать, должно быть очевидно в нашей жизни. Мой муж, наряду с другими служителями, мужьями Божьими, говорил, что пробуждение последних дней будет содержать все предыдущие пробуждения вместе взятые. Они Духом Божьим говорили, что все пять даров служения – апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель – будут действовать в полную силу. И ещё Духом было открыто, что все девять даров или проявлений Духа будут действовать в полную силу. Дар веры, чудотворения, дары исцелений – все девять проявлений Духа. Сила Духа Святого, конечно же, здесь. Сила Духа Святого внутри нас. Но если мы не будем правильно сотрудничать с этой силой, она не будет проявляться в полной мере. И сегодня мы поговорим о чём-то очень важном для потока силы. Поговорим о смелости. Сила – это Божья часть, но смелость – наша часть. Сила Божья может присутствовать, готовая восполнить нужды людей. Но если мы, верующие, недостаточно смелы, чтобы действовать в соответствии с этой силой, эта сила не будет как должна служить жизням людей. И мы поговорим об этом. Вы только представьте, какая потребуется смелость, чтобы все девять проявлений Духа действовали в полную силу. Поэтому я буду служить на тему Божественного потока смелости. И я хочу, чтобы вы поняли, что когда Слово говорит о смелости, речь не идёт о черте вашего характера. Это не естественная характеристика человека. Это Божественная сила, Божественный поток, проистекающий из жизни человека веры. Когда у вас есть вера, об этом должна свидетельствовать смелость. И я также не хочу, чтобы вы думали, что смелость выливается в грубость. Потому что иногда люди хотят показать, что у них есть вера, и они думают, что это должно выглядеть смело. И когда они пытаются сделать это по плоти, а вера за этим не стоит, они просто становятся грубыми. Там нет никакой смелости, чистая грубость, когда люди хотят изобразить смелость. Но мы говорим о Божественном потоке, мы не говорим об индивидуальных особенностях, мы не пытаемся выглядеть жёсткими, чтобы казаться смелыми. На этом служении мы рассмотрим некоторые места Писания и начнём с Евреям 13.6 в расширенном переводе. Поэтому мы утешаемся и вдохновляемся и уверенно и смело говорим «Господь мой помощник». Я не буду охвачен тревогой, я не буду бояться или пугаться или страшиться, что может сделать мне человек. Обратите внимание на слова Павла. Авторство послания евреям приписывают Павлу. Так вот, он не просто пишет «Мы говорим, Господь наш помощник». Он пишет «Мы утешаемся и вдохновляемся, мы уверены и мы смело говорим «Господь мой помощник». Я хочу, чтобы вы увидели, важно, как мы это говорим. Важна сила, стоящая за словами. Это должен быть поток смелости, потому что вы смелы, когда вы на самом деле уверены. Вы по-настоящему убеждены. Вот что такое смелость. Никто не может встряхнуть вас с истины. И когда никто не может вас поколебать, вы становитесь смелыми в этой истине. Смелость значит, вы прочно обосновались, вы надежно укрепились. Истина глубоко укоренилась в вас. И никакой бес, никакое противостояние, никакие обстоятельства не сдвинут вас с того, во что вы верите. И смелость – это свидетельство о том, что слово в вас укоренилось. Важно, чтобы ваша жизнь протекала в русле смелости, потому что смелость свидетельствует о том, что вы дали слову место в вашей жизни. И слово заняло свое место в вашей жизни. Когда вы смелы в чем-то, неважно, кто будет тыкать пальцем вам в лицо. Вы когда-нибудь смотрели пресс-конференции боксеров, готовящихся выйти на ринг? Они натренированы, у них есть тренер, они освоили технику своего спорта, они знают свои сильные стороны и свои слабые моменты, они знают, как пользоваться своими преимуществами и как защищать свои слабые места. Они знают все, что им необходимо для завоевания победы. Но если боксер робко выйдет навстречу сопернику, этот соперник уже будет на шаг впереди, по крайней мере, ментально. И скажет, я выйду победителем. Что же такое смелость? Это внутренняя сила, которая говорит «ничему меня не одолеть, благодаря тому, что внутри меня». И выходя навстречу ситуациям, навстречу противостоянию, вы должны угрожать не людям, а обстоятельствам, быть угрозой для врага, который обрушивает на вас эти обстоятельства, потому что враг знает, что ему вас не поколебать, не заставить вас нервничать. И об этом говорит расширенный перевод Евреям 13.6. Я смело говорю, Господь мой помощник, мне нравится расширенный перевод, я не буду охвачен тревогой. Когда вы смелы, страху нет места. Вы говорите, страху нет места, потому что это уже решенный вопрос для меня. Когда вы решили полагаться на слово, вы идете смело, как профессиональный боксер, у него уже все решено по поводу техники, способностей, подготовки, это все уже решено. И он выходит на основании того, что в нем наша смелость должна проистекать из того, что в нас. У нас может быть вера во что-то, но если у нас нет смелости, чтобы действовать в соответствии с этой верой, наличие веры нам ничего не даст. Смелость важна. Итак, Павел говорит, я не буду охвачен тревогой, я не буду бояться, или пугаться, или страшиться. Что может сделать мне человек? Он говорит, не только ничему, приносящему страх, нет места во мне, но и что может сделать мне человек. То есть я смел, когда люди противостоят, когда дьявол использует людей, когда люди угрожают мне. Я не позволяю людям запугать меня. Я не отступаю, потому что смелость дает мне стоять твердо. И всегда важно, как мы к чему-то подходим. Я помню, когда мой муж ушел домой к Господу, было восемь больших проектов, которые остались на нашей ответственности. Он начал эти проекты, но нам все еще нужно было их завершить. И в связи с одним из них мне нужно было встречаться и с юристами, и с городским самоуправлением, и с банкирами. Мне нужно было встречаться с профессионалами в тех сферах, в которых у меня не было опыта. Но приходя на встречу, я не заходила робко. Я заходила, зная, что имею право голоса в решении этого вопроса. У меня было право голоса не потому, что я разбиралась в банковском деле, или в юриспруденции, или в муниципальном кодексе. У меня было право голоса, потому что внутри меня был помощник, который вел и направлял меня. И я четко понимала его помощь. И потому я смело заходила в совершенно незнакомую обстановку. Я садилась и вела себя так, словно мне там самое место, и я там главное. И я ожидала нужного мне результата. Помню, я шла на одну из встреч с банком. Нужно было решить много финансовых вопросов в связи с нашим имуществом, с нашим зданием. И банк хотел услышать от меня, где я возьму 400 тысяч долларов. Мне нужно было 400 тысяч долларов, чтобы завершить работу над одним из зданий на этой земле, чтобы можно было перекредитовать это имущество. И мне сказали, мы хотим знать, где вы возьмете эти деньги. Конечно, с этими словами тут же пришло давление. И они сказали, к завтрашнему дню вы должны дать нам ответ, откуда вы возьмете 400 тысяч долларов. Если бы я знала, где их взять, я бы их уже вчера потратила, я не стала бы ждать до завтра. Но я посвятила время молитве в Духе, и Дух Святой дал мне план, где взять деньги. И это не были мои деньги, это были деньги банка. Суть была не в том, чтобы взять заем. Он дал мне план, который представить банку. И когда я зашла на встречу с банком, конечно, это была незнакомая для меня территория со всей терминологией и документацией, совершенно чуждой для меня. Но мне не было чуждо то, что сказал Бог. И я вошла туда с тем, что Бог сказал очень четко в моем духе. И это сделало меня смелой пред лицом необычной или неестественной для меня обстановки. Пред лицом сферы, которой я не была обучена. Моя смелость не проистекает из окружающей обстановки. Моя смелость приходит от того, что я знаю, заходя в эту обстановку. Вы будете попадать в непривычные для вас ситуации. Вы будете оказываться не в своей тарелке. В той сфере, в которой у вас нет никаких знаний, никакого образования. В чуждой для вас обстановке. Но это не важно. Потому что, когда в своем духе вы четко знаете, что Бог вам сказал для той ситуации, с которой вы столкнулись, вы можете зайти в любую обстановку смело, зная, что результат будет правильным. Я зашла туда. Я была вежлива. Видите ли, смелость не означает грубость по отношению к людям. Смелость никогда не выведет вас из потока любви. Поймите, смелость не значит говорить с людьми неподобающим образом. Смелость — это уверенность, убежденность, которая проистекает изнутри. И когда это есть внутри, нужно поступать соответственно. Да, Дух Святой мне сказал, что делать в этой ситуации, когда мне к завтрашнему дню нужно было 400 тысяч долларов. Но то, что Он показал мне это, ничего бы не дало, если бы я смело не пошла и не обратилась к людям, от которых это зависело. Нельзя было просто сидеть и ждать, чтобы Господь сделал это за меня. Бог послал меня с Его Словом. Чтобы проговорить в эту ситуацию и заставить ее измениться. Вот тут и нужна смелость. Потому что по-человечески, для меня, для моей плоти, находиться в такой деловой среде, финансовой среде было чуждо. С такими вопросами всегда разбирался мой муж. Я никогда с ними не соприкасалась. Но всякий раз, когда я заходила куда-то, зная что-то, не важно, была ли эта ситуация чужда, неестественна или естественна для меня. Я держалась за то, что Бог мне разъяснил. Поэтому я могла заходить смело, зная, что все будет как надо. И я не заходила туда с неправильным тоном, с неправильным подходом, потому что, когда вы звучите слабо, вы не победите. Вы не победите. Вам нужно приходить с уверенностью, потому что, когда вы уверены, люди, с которыми вы говорите, обретают уверенность, что с вами можно согласиться. К счастью, Бог в точности сказал мне, что делать на той встрече, в той чуждой для меня обстановке, и я пришла и сделала это. И это было довольно забавно, потому что Бог сказал мне, какой план представить банку, и я так и сделала. А они ответили, нет, мы на это не согласны. Но я знала, вера от слышания. Если они не согласны, значит, еще недостаточно услышали. Так что я повторила план снова. Я сказала, позвольте мне убедиться, что я вам все четко объяснила. Я не сказала, вы не поняли. Я сказала, позвольте мне убедиться, что я вам все четко объяснила. И я еще раз рассказала тот план, что Бог дал мне. И всего я рассказала его три раза. И на третий раз банк услышал меня. Видите ли, они пришли на встречу со своей установкой. Они знают правила и нормативы, согласно которым работает их кредитное учреждение. И когда вы преподносите что-то другое, они даже не слушают, потому что у них все процедуры уже прописаны. Они знают свои процедуры. Поэтому я не обиделась, когда они ответили «нет». Я не стала суетиться или пытаться брать над ними власть во имя Иисуса прямо там. Я просто еще раз пересказала, что Бог сказал. Если они не согласны, они еще не расслышали. Поэтому мне нужно продолжать говорить, пока они не оставят свои установки и не услышат то, что я говорю. Мне пришлось рассказать три раза, прежде чем до них дошло, какую картину я им рисовала. Прежде чем они сказали «А, да, если мы так сделаем, это приведет нас к желаемому результату». Выходим со встречи, и один из них говорит мне «Не вижу причин, почему бы комитету не согласиться с этим». Я повернулась к сотруднице церкви, которая была там со мной, и сказала «Это и есть глава комитета». На следующий день нам позвонили и сказали «Комитет дал согласие». Но видите, недостаточно было того, что Бог дал мне план. Мне нужно было пойти и смело представить план. Вот где нужна смелость. Бог вкладывает в нас веру. Слово вкладывает в нас веру. Когда мы питаемся словом, Бог может построить свою веру внутри нас. Но вера ничего не даст, если у вас нет смелости, чтобы действовать согласно той вере, что внутри вас. Итак, смелость – важный ключ, чтобы получить что-то от Бога. Она свидетельствует о том, что слово, сказанное Богом, утвердилось в вашей жизни как фундамент, на основании которого вы двигаетесь вперед. Вам нужна именно смелость, когда все восстает против вас. Смелость позволяет вам твердо стоять, когда что-то пытается вас сдвинуть с места. Смелость позволяет вам не тревожиться. Вы смело говорите, зная, что Бог вам показал. Слово ясно показало вам исход этой ситуации. Дух вам четко проговорил. И вы идете смело. Да, люди будут не согласны. Когда я только зашла навстречу, эти банкиры не были со мной согласны. Но это не вывело меня из равновесия, потому что я утвердилась в смелости. Я знала, что Бог сказал. И я просто продолжала это говорить и говорить, пока они не поняли то, что Бог мне сказал. Смелость делает вас непоколебимыми. Смелость не позволит вам дать задний ход, когда нужно идти вперед. Так часто люди сдают позиции. У них есть вера, но они дают задний ход, потому что на них давят обстоятельства. Или люди им говорят что-то, что их пугает или страшит. Но, когда вы говорите, Господь мой помощник, вы не страшитесь. У вас нет страха. Вы не боитесь ничего. Что может сделать мне человек? Почему? Потому что вера внутри меня дает мне знать, что Бог делает. И я смело говорю то, что Бог мне сказал. Итак, когда Бог вам что-то говорит, важно, как вы это говорите. Вам нужно говорить это смело, чтобы получить результат. Откройте со мной, пожалуйста, книгу Иисуса Навина, первую главу. Иисуса Навина, один. Мы видим следующую картину. Моисей только что умер. Бог поставил Иисуса Навина новым лидерам евреев, которые 40 лет блуждали по пустыне. Моисей вывел их из Египта, и они блуждали 40 лет. Они не последовали за Моисеем в землю обетованную. И все 40 лет они только и делали, что упражнялись в неповиновении. Они постоянно упражнялись в неверии, в то, что Бог им сказал. 40 лет они в этом упражнялись. Кто-то может сказать, здорово было бы возглавить собрание в несколько миллионов человек. Да, несколько миллионов, не веривших Богу, несколько миллионов, непослушных Богу. Вы хотели бы их возглавить? Никто в здравом уме добровольно на такое не подпишется. На такое надо, чтобы Бог помазал и поставил. И именно это произошло с Иисусом Навиным. Бог помазал и поставил его. Он готовил и обучал его быть лидером многомиллионного собрания, которое 40 лет упражнялось в непослушании и сомнениях. Итак, это незавидная должность. Вот что я пытаюсь сказать. Это незавидная должность, за которую стоило бы бороться. Но Бог поставил Иисуса Навина. И в книге Иисуса Навина 1.7 Бог обращается к нему и говорит, «Только будь тверд и очень мужествен». Позвольте сказать, слово «мужественность» синонимично слову «смелость». Поэтому, когда вы встречаете слово «мужественный», речь также идет о смелости. Итак, Бог говорит Иисусу Навину, «Только будь тверд и очень мужествен». Обратите внимание, Бог уже сказал ему, «Я буду с тобой, я пойду с тобой. Тебе не придется делать это в одиночку. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Бог сказал ему это, но это ничего бы не дало, если бы Иисус Навин ничего с этим не сделал. Смелость позволяет вам двигаться вперед в том, что Бог вам сказал. Итак, Бог сказал Иисусу Навину, «Только будь тверд и очень мужествен». Люди говорят, «Бог все сделает для меня». Бог приведет это в исполнение. И они просто сидят и ждут. Тогда почему Бог сказал Иисусу Навину, «Быть твердым и мужественным, если Бог просто Сам все делает?» Потому что смелость – это роль человека. И это не естественная человеческая смелость. Это смелость, которая приходит от познания Бога. Это смелость и мужественность, которая приходит от того, что вы знаете, что Бог сказал. И вы знаете, что Бог поручил вам. И вы знаете, что Бог с вами. Поэтому вы черпаете то, что вы знаете, и смело двигаетесь вперед. То есть Иисус Навин не просто сидел, а все враги разлетались в стороны. Израильтянам нужно было предпринимать действия, двигаться вперед. А движение вперед требует смелости и мужественности. Итак, Бог сказал Иисусу Навину, «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». «Не уклоняйся от Него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Обратите внимание, чтобы не уклониться от того, что говорил Моисей, нужно было быть смелым, нужно было быть твердым. Чтобы не уклониться от того, что Бог вложил в ваше сердце, потребуется смелость. Позвольте с вами побеседовать. Кому-то из вас Бог говорил о том, чтобы вы начали бизнес. И обычно, когда Бог говорит вам начать бизнес, у вас нет сразу капитала для первого года работы. «Обычно вам не хватает средств даже на первый месяц. У вас ровно столько, чтобы понять, я не могу этим заниматься. Вот сколько у вас есть. У вас ровно столько, чтобы осознать, что ничего не получится. И Богу нравится приходить в такое время и давать огромные указания, огромные повеления. Он говорит, начать бизнес, или же он говорит вам купить дом, когда казалось бы, «Боже мой, где же я возьму средства, чтобы оплатить дом?» Не важно, что говорят средства. Важно, что говорит Бог. И нужна смелость, чтобы сделать шаг и начать бизнес, когда вы знаете, что вам не хватает денег, чтобы его финансировать, но Бог сказал. Нужна смелость, чтобы сделать шаг и купить дом, хорошо осознавая, что сами по себе вы не можете с этим справиться, но вы знаете внутри, что Бог ведет вас. Как только у вас есть его водительство, у вас есть основания для смелости. Но не пытайтесь делать шаг без его водительства, потому что тогда у вас нет никакого основания, чтобы быть смелыми. Однако, когда он говорит вам что-то сделать, вам нужно смело предпринимать шаги. Нужна смелость, чтобы, если вы собираетесь начать бизнес, пойти и найти помещение, поговорить с арендодателем и сказать, «Я хочу арендовать это помещение для своего бизнеса». А он спросит, «А какие у вас гарантии? Я. Я гарантия. Все, что я могу сказать, это что Бог сказал мне». Нужна смелость, чтобы при отсутствии средств пойти и взять следующее, что у Бога есть для вас. Потому что ресурсы приходят, когда вы действуете согласно тому, что Он говорит. Ну, кто не хотел бы сразу иметь годовой капитал в банке? Мы бы с удовольствием имели под рукой все, в чем мы нуждаемся, прежде чем двинуться вперед. Но вера не нуждается в том, чтобы все обстоятельства уже были такими, как вам хочется. Вере лишь нужно знать, что сказал Бог. И когда вы знаете, что сказал Бог, вы можете смело идти, скажем так, куда не ступала нога человека. Я помню, когда Бог показал моему мужу следующий дом для нашей семьи. И моему мужу хватило смелости обратиться к владельцам и сказать, «Это мой дом. Бог сказал мне, что это мой дом». Видите ли, Эд не сказал это, пытаясь надавить на владельца, потому что не владелец должен верить в то, что Бог сказал вам. Но ему хватило смелости говорить и действовать согласно тому, что Бог сказал ему. И при встрече с владельцем Эд сказал, «Но у меня нет никаких денег, чтобы внести задаток за дом». Однако у Бога был план. Оказалось, что владелец был исцелен на одном из служений моего мужа за 15 лет до того. «Мой муж этого не знал, но Бог это знал. Все, что Богу было нужно, это чтобы Эд смело действовал на основании слова, которое Бог ему сказал. Ваше будущее ждет вашей смелости. Будьте смелы». Аминь. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения дефрейным. Продолжение следует... Продолжение следует...